Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном, как обычно, Антон, и я начинаю свое новое прохождение — Call of Duty Black Ops. Решил вспомнить эту шикарную часть серии, знаменитой серии Black Ops. Мне в этом поспособствовала, конечно же, новая часть Black Ops Cold War. По сути дела, это перезапуск под серией Black Ops. Знаете, принимал, конечно же. Тем более, что вот именно в Cold War было множество отсылочек на оригинальную вот эту вот первую часть, самую первую часть под серией «Черные операции». Так что, друзья мои, давайте вспомним классику, тем более, что вот буквально в прошлом году именно этой игре исполнилось 10 лет, а в этом году вряд ли нас обрадуют новой частью колды. Ты знаешь, почему оказался здесь? Поэтому остается вспоминать классику. Тем более, что, знаете, я очень рад, я очень рад сыграть именно в первый Black Ops, поскольку эта игра, и знаете, вот и стой когорты проектов, когда важен был геймплей, когда люди играли в игры, они смотрели кинцо. Вот это очень важно. Это вот 2010 год, это тогда вот еще в игры играли. Они смотрели 15 минут кинцо, потом 3 минуты геймплея с нажиманием одной клавиши. Поэтому, друзья мои, давайте, давайте сыграем. Естественно, у нас выбор-сложность, абсолютно всратый, высокая максимальная, просто жопа. Поэтому я буду играть на стандартной. И, кстати, друзья, я думаю, вы уже заметили это все дело. Я, конечно же, накатил на игру Reshade. Вот с такими настройками. Поэтому, кому интересно, можете скачать Reshade. Это все делается элементарно. Ссылку я оставлю, конечно же, в описании. Поэтому, друзья мои, ставьте, устанавливайте. Все-таки очень хочется, чтобы игра выглядела более-менее свежо. И Reshade это в некоторой мере позволяет сделать. Давайте начнем. Давайте на стандартный. ПОДПИШИСЬ! Штат Аляска. 61-го. Ты служил ЦРУ. Команде рефинаторов, известной как Операция 40. Это так? Это так? Да. Где находится станция Райдовича? Я не знаю, о чем вы говорите. Цифры, Мейсон. Что они означают? Откуда их передают? Ничего я не знаю, ни про какие цифры. А тут насчет Драйдовича. Помнишь его? Расскажи нам то, что мы хотим знать, и мы гарантируем тебе безопасность. Так, начнем сначала. Куба, 61-й год. Залив свиней. Мы знаем, что ты там был. Нет. Не дури мне башку, Мейсон. Я знаю, когда ты врешь. 61-й. Залив свиней. Что там было? Там всех убили. Рак бесполезен, Мейсон. Мы знаем, что там был ты, Вудс и Боуман. Вудс, Боуман. Драйдович, ты помнишь Драйдовича? Кастро. Мы хотели убить Кастро. Скоро сюда заявится полиция. Надо торопиться. И, собственно, вот это начало было повторено в Black Ops Cold War. Практически кадр в кадр. Живу, Карлос. Боумана, помнишь? По крайней мере, момент зажигалки так точно. Это Мейсон. Карлос. Достал, что надо? 17 апреля 61-го года. Он будет здесь. Залив свиней. Моей плантации. Нападение на аэродром отвлечет их, а вы войдете внутрь. А что потом? Вас заберет транспорт. Успейте только. Отлично. Мы не одни. О-оу. Военные. Кубинские. Ой, тихо. За что так с женщиной? Не дергайся, Вуц. Жди. Давай, говорю. На нафиг. Ладно. Все готово. Вот это кайф. Собирайтесь. Мне нравится, что в любом кубинском баре есть целый арсенал оружия. Разберемся с телами. Разберемся с телами. Конечно, разберемся. У нас дробовики. Олман, Карлос, прикрывающий огонь. Будем пробираться через улицу. Сейсен, ко мне. Угу. Пошли. Нормуль. Вот чем всегда подкупал первый Black Ops, так это резким началом. Никакого дебильного обучения, как в любой Modern Warfare, как будто люди не знают, как играть в элементарные коридорные шутеры. Здесь сразу игра берет тебя за яйца и говорит, тут будет много мяса. Тебе будет интересно. Начинай играть. Прям по фруктам херачим. Так, это Карлос, это Карлос. Надеюсь, Роберто. Так. Тихо, тихо, тихо. Где враги? Вот они. Нифига, нифига. Вы видели, что сейчас было? Вы видели, что вот сделал? Он просто направил автомат в машину и расстрелял всех. Нифига себе. Ну, вот прям такая анимация была. Занятненько. Хорош. Не будем стрелять, мало ли. Интересно, Карлос и с этими трупами тоже разберется, или только с теми, которые были внутри бара? Взорветесь там, нет? Хорош. Хорош. Беги, 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 майсон, беги. Сейчас, Карлос, бегу, 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 бегу. Улепетываем, улепетываем на всех парах. Не знаю, как там Карлос выберется, но главное нам свалить. Мы же все-таки главные герои. Уйдите нахрен с дороги! Полный вперед от винта. Черт! У-у-у. Да, конечно, слоу-моушена в игре много. И он очень красивый. По меркам тих лет. Он сейчас вырубится. Мейсон, ты сбежал от ополченцев. Началась высадка войск в заливе свиней. Ты направлялся в комплекс Кастро. Мы его теряем. Давай еще раз выбрали. Какого хрена? Вот и комплекс. Карлос и его люди должны напасть на аэродром. Уже сейчас. Это сигнал. Да. Да, конечно, Решейт я на игру накатил. И он делает игру немного свежее. Но вот исправить другие косяки игры я не в состоянии. Например, всраты, шрифты, кривой липсинг, отсутствие субтитров. Игра очень кривой вышла. Радует, что сейчас внимание наших издателей и супервайзеров из Activision, конечно, гораздо сильнее. Игры сейчас локализуют намного качественнее. Рука пашная. Оп. Вот и все. Ну, там фал, нифига, у меня ИСП. Ммм, пусть лучше будет пистолет. На крайний случай. Ну, а так-то у меня, конечно, Н16. Тихо. Пусть пройдут мимо. С оптикой. И подствольным гранатометом. Кстати говоря, вот эта операция в заливе свиней, это реально существующая операция. То есть, на основе реальных событий все сделано. Хотя, конечно, сама игра чистый вымысел, абсолютная сказка. Но имеются здесь и более-менее реальные события. По крайней мере, так, в базисе, что называется. Кубинцы разгружаются. Хорош. Че они тут грузили? Оружие, да. О, пули и мю... Ёлы-палы. РПК, конечно, супер срато выглядит. Вообще, все оружие гашенное в игре. Абсолютно. Очень странное. Цевьё очень странное. Оптика. Иду я, иду. Скорпион. С увеличенным магазином. С глушителем. Вот с глушителем я возьму. Все, побежали, побежали, побежали. Не бузивыц. Все нормально. Держаться вместе. Угу. Хорош. Тихо, тихо. Да. Мясо в игре. Просто супер. Что? Откуда? Вудс. Буман, вы че творите? Кто по мне надамаживает? У меня точно был выстрел в спину. Тут тоже много ору... У-у-у. Стоп. Это сведения. Это сведения. Я... Я их получил. Все. Я все забрал. Ну, собственно говоря, это Intel. Такие данные дополнительные. Типа ноутбуков. В... Модер Варфейр. То же самое. Ну что, заходим? Кругом, конечно, война идет тотальная просто. Хорош. Я где-то патронов набрал на Скорпион. Давайте затестим. А он хорош. Он хорош. Магазин, правда, маленький. 20 патронов всего. Ну, тоже хорошо. Лови. Адмуль. Я видел, конечно, геймплейное видео, как в мультиплеере разваливают с... с Скорпионом. Это просто что-то с чем-то. Особенно если парные Скорпионы. Что происходит? Похоже, сами не знают, что бомбят. Такой. Мы побыстры. Да. Небольшая группка выносит целую резиденцию Кастро. Это просто что-то с чем-то. Тут солдат, наверное, батальон целый. Сейчас, сейчас, сейчас. Оп. Перезаряжаюсь. Прикрывай. Давай, давай. Регистрау. Так, приготовились. Угу. Поехали. Опа. Да, в игре безумно много слоумо. Конечно, оно очень красивое. Эффектное. Но его прям реально много. На каждой миссии буквально по нескольку штук. Тоже. С глушителем. Какой-то фетиш у меня на глушителе, конечно. А, автоматического огня нету, да? У Скорпиона. В смысле, у Фала. Ну, тогда я и брать не буду. Конечно, слоумоушена в игре очень много. Это практически геймплейный элемент. Минус Кастро. И минус Шлюха. Живой, кстати. Но контрольный выстрел я сделал. Даже не один. Я, кстати, никогда туда не стрелял даже. Ух ты. Ребятки, держите подарочек. Как же сочно. Красиво, Уцк. Красиво делаешь. Нормально, нормально. Бомбу там разваливает. В некоторые скриптовые, конечно, сценки можно своих пацанов развалить от неожиданности. Ты не понимаешь, что происходит. А вот Буман, например, только что выталкивал нашего бойца. Вот, вот, видите, что происходит? Буман подлез, и я тут же в него стрельнул. А могли бы меня сейчас забанить? Ну. Фигурально выражаясь. Тихо, бля. Тихо. Тут еще и сведения лежат. Я их заберу, пожалуй. Тихо, 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 тихо. Люстра упала, нифига. Так, все, никого больше. А, нет, внизу есть еще люди. Тут были враги? Вот именно что были. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, 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 тихо. Уходим. Аккуратненько. Я вижу РПГ. Я вижу РПГ. Вот это, вот это кайф. Конечно, мяса в игре супер много. Просто мега много. Все взрывается, все стреляют. Куча кровищи. И, конечно, очень много врагов. Это что такое? Это что такое? А, это наши. Это наши. Точно. Во. Ну, хорошо. Оп. Тихо. Тихо, тихо, тихо. БТР. Наши ребята его сами взорвали. Я хотел как раз-таки применить РПГ. Ну, понеслась. Вот и аэродром. Надеюсь, Карлос удерживает самолет. Он нас еще не подводил. Абстанция в головой перебил. Пускайся скорее, цепляйся. Угу. Вперед. Бежим, 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 бежим. Давай, давай, Вудс. Давай. Стамина у тебя небольшая, но надо бежать. До самолетов прорыв. Давай. Ёлы-палы. Вот это ужас. Как тут вообще можно выжить? Если в реальных условиях это, конечно, все осуществлять. Мама дорогая. Вот это... Вот это была непреднамеренная, конечно, контузия. В планы она не входила. Ну, а теперь мы берем пулемет и просто уничтожаем все, что видим. Просто тотальная аннигиляция. Ух! Вот это кайф. Вот это чистый кайф. Кто там? Кто там? А-а-а, вижу. Просто людям разрывает лица. М-60. Ух! И хорошо, что не перегревается. Минус бензовоз. Минус зенитка. Минус машина. Минус вторая машина. Минус зенитка. Минус люди на вышке. Хорош. Да, точно. Да, конечно, самопожертвование – это вещь такая. Но что не сделаешь ради задания. Ух. Ты мертв. От наших рук. Нет. Это был двойник. Мы узнали о вашем плане. Мы все знаем. Он полностью ваш генерал. Вот мой подарок в честь наших новых отношений. Но пусть он страдает. Такого страдания он даже не представлял. У меня есть идеи, американец. О, да. Это точно. Это была ловушка. Они знали, что мы придем. Этот сукин сын Драгович. Русский? Да. Это он за всем стоял. Куда Драгович вас отвез? В Россию. В исправительно трудовой лагерь. Кошмарное место под названием Воркута. Что они с тобой сделали в Воркуте, Мэлсен? Ха, чего они только не делали. Почему Кастро не убил вас? Зачем он был Драговичем? Ведь Кастро и Драгович работали вместе. О, вы были в подарок? Да. Да. Куда Драгович сдал вас? В Воркута. Сущий ад. Я выживал. Что было в Воркуте, Мэйсон? Сам за себя. Чуть меньше года. Ну же, Мэйсон! Что они сделали? Я бы сдался и подох там. Если бы не план Резнова. Ты слабак! Американец! Виктор Резнов! Рук мой. 6 октября 1963 года. Исправительно трудовой лагерь в Воркуте. Или вы только через силу понимаете, собаки? Эй, сволочь! Вечно ты резнов. Ну и все, Бондарчук. Сейчас мы тебе надаем. На, сука. Будешь еще фильмы про Сталинград снимать? Мэйсон. Каждый путь начинается с одного шага. Вот. Первый шаг. Найди людей. Мы возьмем Воркуту. Ура! Конечно, игра ультрамемная. Она безумно интересная. В ней сюжет супер. Но слишком, слишком немного мемов. Хотя бы вот этот вот момент про шаг первый. Найди ключи. Шаг два. Выйти из тьмы. Ёлы-палы. Да, бедный вертухай. Всегда нравилась эта шутка Мэйсона. Хорошо, что ты друг Сергей. Кстати, народ, не могу не отметить. Момент еще в первой миссии это было. Вот эти вот странные приветствия американцев. Когда человек называет не свое имя. А имя того, с кем здоровается. Ну, типа я с Резновым познакомился. И говорю. Резнов. Не уверен, что ему можно верить. А Резнов говорит Мэйсон. То есть он называет мое имя. Не знаю. Наверное. Наверное, так и надо. Все мы солдаты, лишенные армии. Забытый. Покинутый. В Иркуте. Мы все здесь братья. Ё-моё. Да. Бедный мужик. Не дай бог, конечно. В жопу ему здоровенный топор пожарный воткнули. Так, а тут нету никаких данных. Вроде бы нету. Но так, на всякий случай. Главное, что мы ПМ заимели. Это самое главное. Ё-ло-пало. Полетели, побежали. Угу. Но наши вальцы убили хорошо. Не знаю, сколько тонн весит эта тележка. Но... Резнов и Сергей таскают ее просто вообще. Мне кажется, они бы на руках ее подняли и бы понесли куда-нибудь. Я думаю, вполне справится. Ну что другу? Что еще сказать? Русские мужики, конечно. Куда ты там побежишь? Вот и все. Мужики, да просто поднимите ее и перенесите куда-нибудь. Чего морочиться-то? Конечно, вот так вот если прикинуть... О, хорош. ПМ это, наверное, единственная пушка в игре, которая более-менее реалистично выглядит и ведет себя. Все остальное такое всратое. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну там ребята тоже толкают. Но там ребята втроем. Конечно, груженая вагонетка. Полная угля. Ну... Может быть, она, кстати, под уклоном. Вы гляньте. Вы гляньте, что творят. М-м-м... Да. Изобретательно ее лопало. Да, конечно, непривычно видеть Резнова. Вот после World at War, где он был героем на Рейхстаге. Снимал флаг нацистский. Свастику. А тут прям... В зэковской робе. В Иркуте. Окей. В смысле, так точно. Вижу данные. Забираем. Забираем, забираем, забираем. Ну что, постреляем. Так, давайте, вышку. Надеюсь, достану. Есть. Прямое попадание. Есть. Давай первым попаданием. Есть. Мне дали ачивку. Мальчик с рогаткой. Видимо, за то, что я все с первого раза сделал. Ну, по красоте тупо. А Витяя уже где-то раздобыл калаш себе. А вот нас кормят дробовиками. Тоже неплохо, конечно. Но калаш был бы приятнее. А вот и калаш, кстати. Вот это нормально. Вот это тупо покайфно. Вот это приятно. Я тебя тоже вижу. Кстати, тут где-то можно заиметь калаш. Ого. В камуфляже. В зимнем. У кого-то из этих бойцов лежит, я помню. Такое, знаете, воспоминание детства. Гранат нету, вот это жаль. Добрый вечер. Пронзить крылатую тварь. Сделаем. Главное добраться до нее. Дай мне гранату. А вот крылатая тварь, я уже ее слышу. Вон она, вон она летает. Как нашего бойца подбрили. Ужасно. Ужасно опасно. Бежали, побежали. Главное добраться, добраться до двери. Добраться до двери. Ух. Раскочили. Там был чел с гранатометом, кстати. Дробовик с примутанной веревкой. Меня чуть не убили, кстати. Ну, загарпунил я эту шалаву, конечно, летучую. Нормально. Первобытными технологиями воюем, практически. Гарпуны, рогатки. Палок-капалок только не хватает. А так, полный комплект. На советских вертухах стоп. Практически как на мамонта входим. Вот. Вот. Вот гранатомет. Это то, что нам надо. Это то, что мне нравится. Тем более, гранат до хера. Что они там двигают? Какие они там щиты двигают? Это их щиты полный. Щет. Тихо. Еще бы. Товарищи, приказ. Плен их не брать. Тут, конечно, еще фразы очень грофильные. От NPC. Особенно советских. Заритицкая. Прикромный уже призарариться. Ну и все такое. Очень мемная игра. Конечно. Да сдохните. Ёлы-палы, сколько ж вас тут. О, мы еще, кстати, до арсенала не дошли. Там вообще будет мрак. Не дать им этого сделать. Нормально ты, мужик, упал. О, Серега, красавчик. Держи, держи, держи. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Убили, убили, Серега. Убили, суки. Где там дверь? Все, готово. Готово, готово. Но он пожертвовал. Он принес его жертву. Падай. На заклане. Нормально. Так, Витек там уже убегает. Надо бояться, конечно, бойцов с дробовиками. Ребята любят разваливать. Очень больно. Заполучить железный кулак. Тихо, 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 тихо. Что это такое? Что это такое? Что это такое? Спецназ? Чешо? Ребята, я бы на вашем месте стрелял. Я бы на вашем месте не сморкал. Тут ребята уже спускаются по крышам. Они ломятся внутрь. Не пускайте. О, молодец. Я тоже в «Братья по оружию» играл. Ну вот он, Совет-Терминатор. Но тоже далеко не самый сильный. Конечно, в голову хорошая очередь и нормально. Я вас помню. У шлюпки на крышах. Вот что личное оружие творит. Как оно помогает в некоторых моментах. Давай-давай, держим оборону. Держим оборону. Минус. Это наши, это наши. Ух. Так, они дверь пробили. Они пробили дверь. Да-да-да-да-да. Держу-держу-держу-держу. Елы-палы. Держу-держу-держу-держу. Бежит, бежит. Торопится на всех парах. Ух, хорош. Конечно, это суперфан. В игре веселье просто завались. Бежит, бежит терминатор. Сейчас зайдем, сейчас зайдем в арсенал. Вот так вот мы зайдем. По красоте зайдем. Ху-ху-ху-ху. Тут оружие просто горы, конечно. Самого разного. Но нам главное пулемет. Чтобы можно было пока сплеить терминатора. Витя, извини. Извините, ребят. Это френдли фаер. Вот так вот, стоя в проеме. Можно было пока сплеить. Бицу. Киборга, тупо. Давай. Хорош. Просто идти и заливать. Когда есть тысяча патронов, почему бы не заливать с другой стороны, правильно? Но если вы думаете, что это единственная отсылка, вот кто не играл, единственная отсылка на терминатора, вы ошибаетесь. Дальше еще будет. Угу. Угу. Да. Люблю. Люблю. Обожаю. О, ребят, как вы удачно встали. Вы прям как надо встали. Нормально. Нормально. Но, конечно, против черемухи. Пулемет мало поможет. Они пускали слезоточивый газ. Было нечем дышать. Виктор Резно при этом был с тобой. Он все время был со мной. Дверь удержит их ненадолго. Время на исходе. Там, где висят портреты лицемерных и подлых вождей воркуты, лежит ключ к шагу восемь. Ух. Свобода. Но я не побегу вперед. Я знаю, что где-то здесь лежат данные. Вот они. Я это помню. Все. Ну, теперь, конечно же, седлаем нашего железного коня. Разгоняемся. И продолжаем косплеить Терминатора. Ух. Да, конечно, это суперфан. Тем более, еще дробовик есть. Который перезаряжается так же. Да, конечно, радует, что игра не пытается из себя строить нечто суперисторичное по секретным документам. Вот это всегда мне нравилось в первом блокопсе. Да, конечно, основа весьма исторична, но... По сути дела, это просто сказка. Просто сказка, завернутая в какую-то типа историческую оболочку. Давай-давай-давай. Летим! Ух! Ёлы-палы пулемет. Еще до него надо доехать. Хорошо. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Угу. Сейчас сделаем. Сейчас все сделаем. Минус водитель. Ух! Кайф. Чистый кайф. Еще вертолет. Еще и мотоцикл. Блин, ради двух зэков такая спецоперация. Конечно, зэки, безусловно, важные. Американский морпех. И бывший офицер Красной Армии. Но все-таки. Или, по-моему, войну Резнов закончил сержантом. Не знаю даже. Свобода или смерть. Ты запринял Джейсон Хадсон из ЦРУ. Как он тебе поверил, зная, что Виктор Резнов помог тебе при побеге? Резнов. Был мой друг. Он не смог выбраться. Виктор Резнов был коммунистом. Как в ЦРУ узнали, что ты не завербован? Тестировали. Узнали, что я держался, и сейчас удержусь. Правительству нужен Драгович. Ты должен был убить его. Да, еще многих. Я должен был убить многих. Кого? Кого, Вейстер? Пентагон. 10 ноября 1963 года. Тебя вернули на службу и вызвали в Пентагон. Моим новым куратором стал Джейсон Хадсон. Саундтрек у игры шикарный, и конкретно у этой миссии особенно. Ваша репутация широко известна. Так, к делу. Ммм, ту-ду-нун-тон, ту-ду-дун. Обожаю. На кон поставлена безопасность страны. У него нет страха, совести, слабости. Генерал Драгович. Русский. Кажется, вы уже встречались. Когда я убью его? Мы рады видеть тебя, Мэйсон. ВИАЙПИ Он здесь. Мне казалось, что за нами все следили. За мной следили. Когда никому нельзя было доверять. Иногда даже самому себе. Поэтому-то мы и здесь, Мэйсон. Чтобы узнать, можно ли тебя доверить. Круглосуточно. И так всегда. Ммм, симпатично. Не зря нам так на ней внимание сакцентировали. Пароль, сэр. Допуск Проспера. Известные герои. Напомню. Я все время слышал числа. Никак не мог их выбросить. Известные лидеры. Допуск АЭль. ВИАЙПИ Что-то мне не давало покоя. Что вы, Мэйсон? Мозговой центр. Я могу, не кривя душой, сказать, что не единожды спасали цивилизацию в этой комнате. Мне казалось, я как будто сплю. Шаг второй. Выйти из тьмы. Шаг третий. Огонь с небес. Ты приближался к своей цели. Все что как надо. Помню свой первый раз. Дух захватывает, а? Еще нет. Сикараксон. Убежище было построено в сорок третьем. Используется редко. Спасибо, мистер секретарь. Удачи, Мэйсон. Президент. Агент Мэйсон. Это часть, господин президент. Так. Коммунисты посягают на наши ценности. Наша свобода. Сам наш образ жизни под угрозой. Драгобич. Офигеть, конечно, Мэйсона кроет. Мне сказали, что вы лучший из наших агентов. Самый лучший. Не подведите. Мистер Мэйсон. Сделайте это. Подписывайтесь. Субтитрыବ dom calls. Субтитры сделал DimaTorzok may from top of the page.